Мероприятие, приуроченное к 78-й годовщине дня, специалисты радиоэлектронной борьбы собрало на плацу военнослужащих 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Западного оперативного командования. Радиоэлектронная борьба, собственно говоря, и предназначена для дезорганизации управления средством вооруженной борьбы, то есть системой управления войсками, системой управления оружием. Поэтому силы и средства радиоэлектронной борьбы, которые в частности есть на вооружении Вооруженной силы Республики Беларусь, на вооружении 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, они в настоящее время практически все соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к средствам радиоэлектронной борьбы. Это новые модернизированные образцы вооружения военной техники. Парк специальной военной техники постоянно пополняется. Радиоэлектронная борьба является одним из важных направлений развития Вооруженных сил Республики Беларусь. Благодаря вот этой технике, которая стоит на вооружении в войсках радиоэлектронной борьбы, сегодня можно избежать огромных потерь личного состава, огромных потерь техники. При умелом обращении с этим оборудованием, с этой аппаратурой, которая стоит на вооружении, можно предотвращать массу событий, которые повлекут за собой огромные разрушения и потери. Можно ввести противника в заблуждение, можно всячески его обманывать, можно лишить его информации. Достаточно современная техника, опять же, которая требует хорошей высокой подготовки. Одним из главных событий для воинской части в текущем году стало вручение православной Харугви. Ровно год назад, также на День специалиста радиоэлектронной борьбы, 48-го батальона вручили боевое знамя. Сейчас, сохраняя традиции, было торжественно вручено церковное знамя. Мужественно, граждое ополчение, не вредим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. После торжественного вручения 48-го батальона Священной Харугви проходила церемония награждения лучших военнослужащих. В рядах бравых солдат 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Западного оперативного командования немало тех, кто в совершенстве владеет военной специальной техникой и проявляет свои лучшие качества. Среди таких Александр Жук, который был удостоен почетной награды. В вооруженные силы я сам хотел пойти с самого детства. Мне нравилось это. В этом батальоне мне понравился коллектив, мне понравилась новая техника. Здесь модернизированы образцы новой техники. И решил здесь остаться на контракт. И по сегодняшнее время я здесь продолжаю службу в этом батальоне на должности начальника станции Пумих Р-934УМ-2. Это новый образец военной техники. Награждению достоились не только военнослужащие, но и те, кто сегодня в запасе. Виталий Боричевский в День специалиста радиоэлектронной борьбы получил не только грамоту от администрации Ленинского района, но и самые искренние поздравления отличного состава. В этот день старшему прапорщику запаса исполнилось 60 лет. Я службу проходил здесь, на Красном дворе, в должности старшины батальона, 12,5 лет. Так что эта казарма для меня, можно сказать, была в свое время родным домом. Ну а по уходу на пенсию, когда уже закончилась моя воинская служба, я продолжил службу в гражданских должностях, здесь, на Красном дворе, в батальоне РЭП. В адрес всех военнослужащих 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы прозвучало много добрых и напутственных слов, а знаковое мероприятие завершилось маршем под звуки оркестра. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания АБУК-ТВ.